Сезон половодия в Томской области проходит в штатном режиме. Первая волна на Томи завершилась благополучно. Обь за сутки вскрылась на протяжении 85 километров. Также ледоход начался на Чулыме. На утро 22 апреля кромка ледостава на Аби находится в 10 километрах ниже села Инкино Колпашевского района. За сутки уровень воды в реке Обь на гидропосту Колпашево увеличился на 64 сантиметра и составил 749 при опасной отметке 860 сантиметров. Уровень воды в реке Кеть находится на отметке 418 сантиметров. За сутки вода поднялась на 9 пунктов. Транспортная логистика в Колпашевском районе не нарушена, подтопленных стратегических объектов и жилых домов нет. Из-за поднятия уровня паводковых вод реки Обь произошел перелив дороги на участке 304-306 километр, глубина до 1 метра. Данная дорога – это часть зимника, которая находится в пойме реки и вела к ледовой переправе. У нас такой перелив есть, он происходит ежегодно. Эта дорога ведет к нашей ледовой переправе, которая в городе Колпашево по так называемому прямому пути. Она у нас в настоящее время не используется, там стоит знак «Кирпич». Поэтому перелив этот происходит каждый год при уровне примерно около 6 метров. Поэтому как только вода сойдет, эта дорога также будет использоваться, как и каждый год. То есть на транспортную логистику это не влияет? Да, на транспортную логистику это никак не влияет. Как только у нас станет возможно, паром у нас будет ходить на длинное плечо Колпашево-Озерное, как и каждый год. Развитие половодия в Томской области круглосуточно мониторят специалисты Центра управления в кризисных ситуациях. Областная комиссия по профилактике ЧАЭС также в реальном времени получает оперативную информацию с гидропостов об уровнях воды. Группировка более 6 тысяч человек в территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с начала паводка опасного периода переведена на усиленный режим работы.